Самочувствие с утра было гаденьким, не так, что прям критично, но настолько, чтобы, отпросившись с работы, никаких угрызений совести по этому поводу не испытывать. Тут-то на мою голову свалился этот чувак, но сначала по порядку. Уладив дела, связанные с работой, я завалился спать. Сон был душный, тяжелый, неприятный. Мне снилась моя комната и коридор, ведущий к ней. Я то ли спал, то ли не мог очнуться от сонного паралича, в коридоре стоял и смотрел на меня, скрестив на груди руки какой-то серый человек. Очень неприятно. Едва проснувшись, я вышел в коридор. Никого там, естественно, не было. Не было никого и на кухне, ровно как не было и еды в холодильнике, и лекарств в аптечке. Черт его знает, что помогает от дурных снов. И я бы от этого не отказался. И вот, выходя из квартиры, я столкнулся лицом к лицу с этим своим старым знакомцем. Караулив он меня тут, что ли? Слышь, сказал он, не в службу, а в дружбу. Присмотри сегодня за моим магазином, тебе же все равно заняться нечем. С дуба рухнул, отвечаю. Из меня продавец как... Но он не дал мне подобрать подходящее сравнение. Дурак, продавать ничего не нужно. Магазин я закрою. Мне просто в соседний город съездить надо. Вернусь завтра. Сторожа у меня нет, понимаешь? Вообще, на дурака я обиделся, но не сильно. Может, он и прав. Ни одной приличной отмазки мне в голову не пришло. Вот и отлично. Потер он сухонькие ладошки. Пойдем. Куда? Запоздало заортачился я. Я с утра не жравший. Я за едой вообще вышел. Пойдем, пойдем. Тянул он меня. У меня там поешь. Там народу таких, как ты, хватит. Насчет роты он, конечно, перегнул. Но на несколько человек и на пару приемов хватило бы. Магазин внезапно оказался большим продуктовым супермаркетом на несколько залов. Я-то думал, ларек какой-то. И как он справляется с этим хозяйством? Ни камер, ни охранников. А продавцы у него где? Или он тоже все сам делает? Я сел на диване в подсобке и приуныл. Огромные помещения со стеллажами и морозильниками вгоняли меня в тоску. Вгоняла меня в тоску моя собственная бесхребетность. На кой черт я на это подписался? А вдруг правда что-то пропадет, пока я тут сидеть буду? Я не хотел этого признавать, но пустующий магазин меня пугал. Даже сейчас при ярком солнечном свете. Каково здесь будет ночью? Мне хватило всего пары минут размышлений на эту тему. И я запаниковал. А когда я паникую, я звоню своему лучшему другу. Обычно мне хватает нескольких минут разговоров, чтобы успокоиться. Но в этот раз, видимо, я паниковал не на пустом месте. Потому что он примчался ко мне спустя полчаса. Когда я пошел открывать ему дверь, я впервые почувствовал неладное. Коробки, банки на стеллажах стояли не в привычном порядке. К которому я привык в любом другом магазине. Часть банок лежала на боку. Закатившись не в свою секцию, некоторые консервы были помяты. Будто ими с душой поиграли в футбол. Не уверен, но кажется, отдельные коробки были надорваны. И теперь тихо рассыпали свои внутренности в тени стеллажей. Друг огляделся вокруг, неприязненно крякнул. Ну, угораздило тебя. У него тут реально бедлам или мне кажется? Тебе не кажется. Ты говорил, что тут хавка была, накормишь. А то я с работы сорвался прямо сюда. Идем. Я махнул в сторону подсобки. Солнце уже начинало клониться к закату. Выпавшее на мою долю приключения, мы, словно сговорясь, больше не обсуждали. Посидели немного на продавленном диване перед старым, еще с электронно-лучевой трубкой телевизором. Показывали какую-то муть. И пока мой друг уплетал за обе щеки оставленную мне снеть, мне кусок в горло не лез. Я несколько раз мысленно уговаривал себя взять хоть кусочек. Поешь, ты же не ел с самого утра. Ты болеешь, тебе надо еще и сознание от голода потерять, говорил мой внутренний голос. И, наконец, я будто бы сам себя убедил и потянулся за бутербродом. И тут разом пропало все. От неожиданности, оказавшись в полной темноте, я даже вскрикнул. — Да чего? — раздался голос слева. — Ничего, наткнулся на острое. Вилка, наверное. Мне стало стыдно. Свет вырубили, а я нюни распустил сразу. Подсвечивая мобильным, мы принялись искать фонарики. Рассудив так, что в подсобке для сторожа, но они уж точно должны быть, фонарики действительно нашлись. — Пойдем проверим, как оно там, — сказал мне приятель. Мы вышли в магазин. Здесь стало ясно, что свет погас как минимум у всей улицы. Я страшно этому обрадовался. Мне уже очудились воры с кусачками, которые лезли на этот закрытый склад с раздавленными коробками, битыми банками консервными. Но тут сразу разом зажглись фонари. Над нами вспыхнул холодный белый свет. Вспыхнул, пару раз подмигнул кромешным мраком и погас. Желтый конус от фонаря продолжал заливать уголь на черную улицу. За ним, словно глиняная гравюра, темными силуэтами проступали дома. А в глубине магазина, между тем, что-то щелкнуло, затрещало. Неприятно так, как очень громкое статическое электричество. — Я пойду посмотрю! — не успел я ответить на эту реплику, как свет от его фонарика уже затерялся между полок вдалеке. Я снова почувствовал себя не на своем месте. Подсветил на полке, чтобы хоть чем-то полезным себя занять. И тут внутри меня все похолодело. Часть коробок с хлопьями, кошачьим кормом. Были разорваны в клочья. Содержимое рассыпалось холмиками тут же. Я запаниковал. Принялся запихивать обрывки и мусор вглубь полки. Вытащил и поставил на витрину то, что уцелело. Но от этого стало только хуже. Коробки оказались безумно тяжелыми, а порядок я наводил на уровне своей груди. И в какой-то момент что-то громко хрустнуло. Полка оборвалась и с грохотом снесла одну нижнюю полку, вторую. И все это содержимое раскатилось в разные стороны. Из темноты потолка заухало эхо. Я чуть ли не бегом бросился прочь. Оттуда. Мысленно распекая себя, на чем свет стоит. И самое мерзкое, что мне было не столько стыдно, сколько страшно. Эти обрывки коробки явно рвали люди. Пробивалась непрошенная мысль сквозь поток руганий. Кто, когда, зачем? Эти люди еще тут. Это от них я должен был этот чертов магазин охранять. Мне вспомнился серый человек в моем коридоре. Внутри все похолодело. Тут я вырвался из ряда стеллажей и оказался в просторной второй половине зала, где ровными рядами, как небольшие демонстрационные гробики, в бюро ритуальных услуг стояли напольные морозильники. Здесь стеллажи уже не заслоняли свет фонарей из окна. И я погасил фонарик. Надо было идти искать своего друга. Я дошел уже почти до конца зала, когда что-то, и я сам не знаю что, в глубине холодильника слева привлекло мое внимание. Я притормозил и подошел ближе. Все моя разыгравшаяся фантазия. Ничего там в темноте не было видно. Ничегошеньки. И боковым зрением ничего не увидите. Я не мог там ничего увидеть. Просто, чтобы еще раз убедиться в своей правоте, я посветил морозильник. Он до половины оказался забит большими синими коробками с рыбными палочками. Это я увидел в первую секунду. Во вторую секунду я присмотрелся. И несколько злых и грязных ругательств сами слетели с моего языка. И тут тоже потасканные надорванные коробки. В нескольких местах палочки высыпались прочь, видимо, в крошку. Я уже собирался пнуть чертов морозильник и идти дальше. Как вдруг мне показалось, что коробка по центру легонько пошевелилась. В горле у меня пересохла, а под ложечкой неприятно засосала. Я сглотнул. Глупости какие. Наверное, фонарик мигнул на долю секунды. Вот и показалось. Коробка шевельнулась во второй раз. Куда заметнее. Картонный клапан приподнялся. Из-под него высунулось что-то продолговатое и лохматое. Когда-то черное, а теперь седое. Больше всего похожее на увеличенную в десятки раз лапку паука-птицееда. Я смотрел на это как завороженный. Ужас спазмом сжимал мое горло. А я все ждал спасительного обморока. Когда вслед за продолговатой частью вывалилась вся тушка. Голубь. Смерши. Покрытый седой изморозью. Темно-серый голубь сидел на коробках и тянул длинную шею к свету. За ним из коробки вылезал второй, третий, четвертый. Я сбился после шестого. Но кажется их было восемь. Они все вылезли откуда-то из недр коробок и теперь, неловко переваливаясь, прогуливались в лучах моего фонаря. Я едва не поддался первому порыву распахнуть стеклянную дверцу. Но вовремя перед моим внутренним зрением вспыхнули лабиринты железных конструкций в глубине потолка. На улицу. Только на улицу. — Эй! — закричал я в темные недра, надеясь, что друг слышит меня. — Эй! Тут птицы, голуби, кто-то запер их в холодильнике. Я попытаюсь их выпустить. Я оббежал холодильник по кругу, упёрся в холодный торец руками и поднажал. Медленно, но верно, ледяной гроб сдвинулся с места и поехал вперёд на своих крохотных тугих колёсиках. Мне повезло. Он стоял в последнем ряду, так что я вытолкнул его из лабиринта холодильников, ни с одним не столкнувшись. Аллилуйя! И набрал скорость. Покатил к выходу. Руки у меня дрожали и вибрировали от перенапряжения. Сердце глухо билось, почти что в горле. А сам я весь изнывал от робкой гордости, что я спасу птиц из страха, что уже, возможно, поздно. И тут, когда до дверей оставалось меньше полутора метров, я подумал, что надо бы притормозить. Они распахнулись настиж. В здание вбежал мужчина в оранжевой форме, в оранжевой форме и каске. Пожарный. Тут только я заметил, что откуда-то слева и, наверное, уже давно валит густой чёрный дым. Магазин горел. Забегали новые пожарные. Я замешкался было. Но после поднажал и выкатил холодильник наружу, мимо бегущих людей. Никто не обращал на меня внимания. На улице меня обдало ласковым, тёплым воздухом. Падал жёлтый конус света от фонаря. Поднимались вверх чёрные свечи тополей. За дверью в глубине магазина в темноте валил чадной чёрный дым. Из красной машины в чёрную дверь вбегали оранжевые пожарные. Я распахнул стеклянную дверцу, и секунду ничего не происходило. А затем медленно, слабо всплескивая обмороженными крыльями, один за другим голуби стали взлетать, растворяясь в чёрном ночном небе. Субтитры создавал DimaTorzok